Говорят дети, иконы, борьба и единоборство, история России, люди театра и диктаторы. Прошу вас, Андрей, начинайте. Иконы 500. Этот архистротик часто изображается на северных дверях иконостаса и в составе так называемого ангельского Диисуса. Архистротик Михаил. Конечно. Иконы 400. Второе название этой иконы новгородской школы 15 века – «Мокрая Брода». Это спас нерукотворный. Совершенно верно. Играйте, Владимир. История России 500. Этот галецкий князь объединил всю юго-западную Русь и даже королем себя объявил. Правда, ненадолго. Даниил. Даниил Галецкий. Профессор. Диктаторы 500. В Древнем Риме при избрании диктатора к его должности всегда прибавлялись эти сведения. Только честно. Для чего он был избран? К примеру, диктатор для ведения военных действий. Дальше. Диктаторы 400. Кот-де-Вуар – единственная страна, которая согласилась сдать ему убежище, когда отчаявшиеся подданные выгнали его в зашей. Рискну предположить. Император Бокасса? Жан Бокасса. Да. Так и думал. Говорят, дети 100. Узнав, что мамы рожают не только девочек, но и мальчиков, трехлетний философ задал этот резонный вопрос. А кого рожают папы? Нет, Анатолий, нет. Если мамы рожают не только девочек, но и мальчиков, то для чего ж папы-то нужны? Говорят, дети 200. Если верить Чуковскому, маленькая галочка называла этот роман, который, конечно, еще не читала, «Тонкий кот». «Тонкий кот». Верно. «Борьба и единоборство 500». В русской сказке немал человек обещал солдату Ивану сделать именно это, и останется от тебя грязь да вода. Ну, рискну предположить. На ладонь положу, ладонью прихлопну. Совершенно верно. «Борьба и единоборство 100». «Миамото Мусаси, живший в 17 веке, отказался от железного меча, но и с таким всегда побеждал». Рискну предположить. С деревянным. Верно. «Борьба и единоборство 200». «Эта страна считается родиной древних боевых дисциплин, хотя до нас дошел лишь стиль ваджрамушти, кулак высшего мастерства». Ну, Индия. Верно. «Диктаторы 300». «По словам Бухарина, эпоха разложения капитализма завершается приходом этого диктатора, чья диктатура рождается в муках гражданской войны». «Пролетариат». Верно, Владимир. «История России 300». Вам наступает цикл от мешки. Вопрос нужно отдать кому? «Акатурин». Ну что ж, профессор, играем с вами. Тема оперы «Стоимость 800». Сначала слушаем музыку. Давайте посмотрим на изображение. Да. Арию из этой оперы великий Энрико Карузо первым записал на граммофонную пластинку. Фауст. Нет. Это была ария из оперы Паяцца. Диктаторы 200. Совет университета Сантьяго де Компостелло лишил его звания почетного доктора, поскольку его личность не соответствует подобному званию. Франко. Совершенно верно. Диктатора Франко. Икона 300. Левкас из мела или алебастра и рыбьего клея. Иконописцы применялись с этой целью. Грунтовали икону? Да. Люди театра 400. Комиссар театров и зрелищ Союза коммун Северной области Мария Андреева прямо и бесцеремонно предложила этому поэту возглавить будущее БДТ. Он отказался. По-моему, Александру Блоку она это предложила. Борьба и единоборство 300. Генерал Хон Хи Чой разработал новые формы этого единоборства. И он же возглавил Международную Федерацию, да и само название придумал. Хек Ван Дом. Верно. Профессор. Люди театра 500. Вам настаётся ков-мешке. Кому отдадите? Попробуем, Владимир Игоревич. Владимир Игоревич, с вами. Тема политики стоимость 600. Дайте, пожалуйста, изображение. По мнению карикатуриста испанского журнала El Oro, от героя мультика он унаследовал мозги. От героя вестерна умение быстро выхватывать пистолет. Как бы его узнать? Как бы его узнать? Раз. Два. Без понятия. Три. Посмотрим. Очевидно. Всё понятно. Не похоже. Ну а тот не очевидно был? Владимир, играйте. Тут не было очевидно. Лучше поменялись бы котами. Так, говорят, дети 500. Софья Андреевна Толстая показала сыну отведённую для него грядку. Но Ванечка заявил, что земля не может быть чьей-то. Ведь она именно такая. Всехная. Верно. Говорят, дети 400. Юный читатель не желал верить, что красивые картинки в книжке нарисовал художник. А кто же? Хорошник. Верно. Хорошо же нарисовал. И даже прекрасник. Это из Чуковского фразы. Прекрасно нарисовал. Говорят, дети 300. Это слово внук художника Репина Гай произнёс, предлагая разжать его пальцы. Политический смысл оно приобрело куда как позже. Гай ему сказал, разожми пальцы, то есть раскулач. Борьба о единоборстве 400. Отказавшись поцеловать его руку, кумир Ирана Гуламри Затахти был изгнан из спорта. Но земляки по-прежнему просили его погладить по голове ребёнка, чтобы тот рос могучим и смелым. Рискну предположить. Аятулы и Хумейни? Нет. Шаха. Вот как раз к шаху Пехлеви он отказался поцеловать руку. Дальше. Икона 200. В этом ярусе иконостаса располагается храмовая икона, которая подскажет, в честь какого праздника или святого оснащена церковь. Во втором. Нет. Стыду своему путаюсь. В нижнем первый снизу ряд. Ну ладно. Дальше. История России 200. На это число пришлось начало и церковного, и гражданского 7-тысячного года. Годом раньше новолетие наступало 1 марта. На 1 сентября. Верно. История России 100. Белинский считал его первым поэтом-художником Руси, поясняя, что и до него у нас были поэты, но не было ни одного поэта-художника. Ну, Пушкин. Верно. Люди театра 300. Вам настаётся аукцион. 1200 у вас, профессор. 1700 у Андрея. И 900 у Владимира. Что скажете? Лабанг. Что скажете, Андрей? Лабанг. Играем с вами. На обеде, который устроил в честь Михаила Щепкина губернский предводитель дворянства, актёр призвал поставить в Ярославле памятник этому человеку. Фёдору Волкову. Основателю русского театра. Совершенно верно. Люди театра 200. Этому Марина Ниёлова придаёт огромное значение. Он рождает в тебе всё. Он как твоя кожа. Грим. Нет. Это костюм. Верно. Иконы что? Печатные каталоги насчитывают более 1900 манускриптов с его сочинениями. А сам он умер в ссылке. Иоанн Златоуст. И последний вопрос. Люди театра за 100. По мнению Марины Цветаевой, именно такой человек неблагоприятен для театра. И театр для него неблагоприятен тоже. По мнению Цветаевой, это поэт. Знаете? Ну что ж, давайте подведём итог нашего первого раунда. Тысяча на счету у профессора Белкина. У Владимира Арцебашева 1100. У Андрея Жданова 3400. Впереди второй раунд. Мы продолжаем игру второй раунд. Вот его темы. Горы. Суды и судьи. Архитекторы. Эффекты. Радио и телевидение. И полёты. Прошу вас, Анатолий, начинайте. Эффекты 1000. Эту пьесу Шекспир нашпиговал театральными эффектами. Публика визжала от восторга, когда в свете свечей оживала статуя умершей. Малоизвестная пьеса «Зимняя сказка». Дальше. Эффекты 800. Вам доставший ход в мешке. Кому? Владимиру Игоревичу. Владимиру играем с вами. Великие полотна стоимость 400. Дайте, пожалуйста, изображение. Перед вами фрагмент картины, персонажей которой недавно отчеканили на серебряной монете в 2 рубля. Назовите картину. Так, 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 так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. О неявлении Христа народу. Совершенно верно. Владимир. Горы 1000. На английских картах позапрошлого века Эверест обозначали как пик 15 по этой причине. Измерили гору так на глазок и признали ее 15-й в мире по высоте. Горы в 700. В этой области на юге Западной Сибири, на горе Мустак или Зеленая, не раз проводились чемпионаты России по горным лыжам. Саяны. Нет. Горная Шория. Так, горы 600. Вам достается отцом. Владимир, полторы тысячи у вас на счету. 200 у Анатолия, 3400 у Андрея. Вы говорите ва-банк, что скажете, Андрей? Ва-банк. Играем. Эту вершину Кавказа на Руси называли Алатырь, Богатырь-гора или Алатавр. Пусть Казбек будет. Эльбруф. Все-таки. Андрей, играйте. Полеты 200. Мрия летала с ним и в Париж, и на Байконур. А сам он полетел всего однажды. Буран. Буран, совершенно верно. Суды и судьи, 800. В январе 2000 года супруга Тони Блэра Черри направлялась в Королевский суд для выполнения обязанностей секретаря. Но по дороге налетела на штраф в 10 фунтов именно за это. За нарушение правил дорожного движения. Что вы думаете? За безбилетный проезд. Суды и судьи, 600. За главный герой этого фильма был создан из ДНК лучшего верховного судьи и председателя совета судей. И боролся с преступниками третьего тысячелетия. Судья Дредд. Совершенно верно. Полеты 400. Андрей, вам достается под мешки Ак-Амон. Минус 200 у вас, 400 у Анатолия, полторы у Владимира. Анатолия. Анатолий, играем с вами. Тема памятники стоимость 500. Дайте, пожалуйста, изображение. Кия, Щека и Харива, я надеюсь, вы узнали. А кто еще изображен на памятнике основателем Киева? Ну, Лыбедь. Их сестра, верно. Можно было и не показывать, действительно. Анатолий. Ладно. Суды и судьи, 400. Если верить Льву Толстому, этот грек не захотел готовить речь в свою защиту, сказав судьям, вы должны постановлять приговор не из жалости, а по справедливости. Анатолий, Сократ. Верно. Владимир. Суды и судьи, 200. Познакомившись с их списком, Короленко горевал. Разве смогут они найти истину? Бейлиса ждет вечная каторга. Однако 7 крестьян и 5 мещан вынесли вердикт невиновен. Суд присяжных. Верно. Андрей. Полеты 600. Вам достается функцион, Андрей. И ноль у вас на счету, 900 у Анатолия и 1900 у Владимира. Что вы нам говорите? Номинал, да? Анатолий, что скажете? Ва-банг. Ва-банг. Владимир. Ва-банг. Играем. Номинал сколько ни на... Номинал 600 изначально. Тема полеты. Привлекая деньги на благотворительность, торнадо Тедди налетал четверть миллиона километров и стал почетным летчиком ВВС Нидерландов. Кто он, не спросишь, что он из себя представляет? Фу. Тедди. Ну, может быть, робот? Плюшевый медведь. Конечно же. Эх, господа, что-то у нас со вторым раундом... Это мы скоро до мушей доиграем. Ну, так точно-точно. Владимир, играйте. Полеты 800. Майкл Баннистер, летавший на этом самолете 22 года, уверял, что при полете пассажиры видели, как закругляется земля. Кункорд. Верно. Сверхзвуковой пассажирский самолет. Полеты 1000. Последний полет этот майор совершил 8 мая 1945 года. Сбив свой 352-й самолет, он приземлился у англичан для сдачи в плен. По-моему, это Эрик Хартман. Конечно. Андрей? Еле вспомнил. Архитекторы тысячи. На фундаменте разрушенной базилики Браманте начал возводить собор Святого Петра. Он не Браманте, а Руитанте сплетничали римляне, что означало прозвище. Руинаре значит разрушать по-итальянски, а Руитанте значит разрушитель. Верно. Архитекторы 800. Начав обустройство квадратного двора Лувра, Луи Дево получил этот титул. Чем у нас архитекторы? Первый архитектор короля. Дальше. Архитекторы 600. Приступая к этой стройке, Борис Иоафан съездил в Нью-Йорк и внимательно осмотрел Эмпайр Стейт Билдинг. Черт. Может быть, вот самый дом на набережной которой? Нет. Дворец Советов. Верно. Радио ЭТВ 600. В 1924 году шотландец Джон Байерт создал первый в мире механический телевизор. Полтора года спустя юный курьер Вильям Тейнтон вошел в историю телевидения в этом качестве. Ну, может быть, ведущего? Нет. Он стал первым человеком, чье изображение было передано с помощью телевизионной системы. Дальше. Радио ЭТВ 800. Еще перед войной эта опера Пучини стала первым спектаклем, поставленным в Москве специально для телевидения. А чего, чего, Сан? Нет. Тоска. Верно. Возможно, почему же похоже, Сан? Анатолий. Эффекта 600. Ну, председатель, эффектно. Что бы вы делали без технического руководителя? Однако эффект Бендеру не удался из-за этого. А... Ипполит Матвеевич растратил деньги. И хватил для того, чтобы выкупить стулья на аукционе. Верно, верно, да. Горы 400. Памятник, установленный к его 70-летию на поклонной горе Ленинграда, не простоял и 12 лет. На переплавку отправили. Сталин, я полагаю. Совершенно верно, назывался он Сталин Генералиссимус. Дальше. Эффекты 400. Именно это древнее оружие, вспоминают социологи, если отклик на сообщение прямо противоположен ожидаемым. Бумеранг. Эффект бумеранга, говорят они, да. Горы 200. Легкими этой столицы называют гору Витоша. С вершиной черный верх. Ныне там национальный парк. Прагу. Нет. София. Верно. Анатолий. Архитектора 400. В память о нем французам остались дворец Мизон Лафит, церковь Вальдеграсс, отель Карнаваля и всему миру название комнаты под самой крышей. Черт. Жан-Ардуэн Мансар. Мансар. Жан-Антуэн Франсуа Мансар. Дальше. Что на самом деле в простоте-то его называют Франсуа Мансар. Да просто Мансар. Тысяча радио и ТВ. В позапрошлом веке итальянское министерство почты и телеграфа отклонило патентное изобретение, представленное Маркони, объяснив отказ именно так. А попробуем. Не представляет никакого научной практической ценности. Верно. Радио и ТВ 400. В 1910 году сигнальная корпорация французской армии установила там радиостанцию. Дальность связи составляла до 4000 километров. По-моему, на пирамиде Хеопса. Нет. Тур-де-фель. На Эйфелевой башне, верно. Эффекты 200. Влияние этого рукотворного эффекта на климат Земли и на землян оценивается весьма отрицательно. А что с ним делать, неизвестно. Порниковый. Совершенно верно. С 20 февраля 1926 года их бой начал регулярно звучать на советском радио. Наверное, курантов. Верно. Архитекторы известны, соответственно. Любимой игрушкой Фрэнка Райта было это изобретение педагога Фрэбеля. Вот и вырос из него зодчий мирового класса. Кубики. Кубики. Ну, попробую, конструктор. Совершенно верно, конструктор для сборки домиков. А не кубики все-таки нет? Не кубики нет. Ну что же, подведем итог нашего второго раунда. 600 на счету у Владимира, 2200 у Андрея и 3500 у Анатолия. Впереди третий раунд. Кучая кучка, 900. Победили мы, вольтушку царя, царя грозного. На титульном листе этой оперы Римский Корсаков написал. Посвящается дорогому музыкальному кружку. Царская невеста. Нет. Фут. Что такое? Псковитянка. Фут. Дальше. Иван Горозный, где же? Могучая кучка, 600. По этому предмету Цезарь Кьюи написал несколько учебников для инженерных и юнкерских училищ. Фортификация. Верно. Языки 1200. Академик Гротт преподавал сыновьям Александра Второго не только историю с географией, но и эти два языка. Оба, можно сказать, родные. Ну, французский и немецкий? Нет. Немецкий-то и русский, наверное. Андрей. Могучая кучка, 300. Этот восторженный критик придумал термин «могучая кучка». Стасов. Конечно. Военная техника, полторы. Такие прицелы появились в годы Второй мировой. Даже лучшие, например, немецкий «вампир» были громоздки и требовали ранца с источником питания. Электронная. Нет. Не точно. Инфракрасные прицелы, прицелы ночного видения. Военная техника 1200. Рекорд скорострельности этого старинного оружия. Валентин Артемьев из Новосибирска довел до 18 выстрелов в минуту. Валентин Артемьев из Новосибирска довел до 18 выстрелов в минуту. Лук. Нет. Арбалет. Верно. Народ джунглей 1500. Этот маленький народ скал помог волчьей стае одолеть диких собак из Декана. Хотя собак было гораздо больше, чем волков. Это пчелы дикие. Пираты 300. Чтобы обеспечить занемогшую команду этим, Эдвард Тич Черная Борода захватил Чарлстон в Южной Каролине. Ну, допустим, свежие фрукты, овощи. Медикаменты, на самом деле. Рекарства. Дальше. Народ джунглей 300. Именно она стерегла сокровища в заброшенном городе, хотя уже давно молока от жрецов не получала. Змея, кобра, наверное. Верно. Пираты полторы. Султан острова Тернате пригласил Дрейка в гости. Но моряки не отпустили. Вдруг да не вернется. Как им тогда отыскать именно это? Предположим, дорогу домой. Ну, конечно. Языки 900. Это слово чеховский человек в футляре приводил в доказательство звучности и прекрасности греческого языка. Антропос. Антропос. Человек. Да. Правильно, да? Пираты 1200. Этот шведский король не принял услуг пиратов Мадагаскара. Войну с Россией он собирался выиграть на суше. Наверное, Карл 12. Верно. Народ джунглей 600. Он обучал закону джунглей волчат сионийской стаи, в их числе и волчонка Маугли. Балу. Медведь Балу. Народ джунглей 900. За это преступление деревья и лианы заклеймили первого из тигров желтого, как цветок лилии, и тигр стал полосатым. По-моему, за убийство. Причем человека, по-моему. За убийство, но не человека, а буйвола. Дальше. Пираты 600. Вам достается аукцион. Минус 200 у Владимира, 3500 у Анатолия, 10 тысяч у вас. Ставка. 3600. Играем. На корабле Бартоломью Робертса. Сделать это после восьми вечера разрешалось лишь на глазах у капитана. Азартные игры и женщины запрещались во всякое время. Азартный. Может быть, выпить. Выпить Рома, совершенно верно. Пираты 900. Чтобы получить грамоту и стать образцовым королевским пиратом или капером, англичанин должен был регулярно посещать это заведение. Рискну предположить. Церковь. Верно. Военная техника 300. Крупнейшая из трех установок для их обнаружения, установленная в Гренландии полвека назад, обошлась в полмиллиарда долларов. Наверное, подводных лодок? Нет. Что такое? Баллистические ракеты. Журналисты 300. Его взгляд был направлен не на поле чудес. Он смотрел в будущее России, писали об этом журналисты. Листьев. О Владиславе Листьеве, да. Журналисты 1200. Получив отставку из армии, Александр Куприн ввел судебную полицейскую хронику, писал фильетоны сразу в нескольких газетах этого города. По-моему, Одесса. Нет. Киев. Дальше. Народ джунглей 1200. Вам достаётся код в мешке. Угла, Анатолий, вопрос нужно отдать. Кому? Ну, допустим, отдадим это дело моему соседу. Андрей? Да. Играем. Тема кино стоимость 700. Дайте, пожалуйста, изображение. Афиша перед вами. Назовите, пожалуйста, фильм Аллы Суриковой. Человек с бульвара Капуцинов. Верно. Андрей? АПЛОДИСМЕНТЫ Языки 300. Именно это армяне называют 36-ю воинами. Армянский алфавит, буква. АПЛОДИСМЕНТЫ Верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Военная техника 900. В Караевском музее оружия в Литсе хранятся уникальные доспехи. Броня, обшитая металлическими пластинами, весит 118 килограммов. Кто их носил? Наверное, лошадь. Нет. Многовато для лошади. Боевой слон. Дальше. Журналисты 900. Теперь вам достается опцион, Владимир. Вы нам можете сказать только номинал 900. Я обращаюсь к Анатолию. Что скажете? Вабанк. Вабанк, говорит Анатолий. Андрей. Пас. Играем с Анатолием. Внимание. Об этом редакторе Рейнской газеты говорили, что он соединяет в одном лице Руссо, Вольтера, Гольбаха, Гейна и Гегеля. Не мудрено, что газету через год закрыли. Карл Маркс. Верно. Анатолий. Языки 600. На языке человека находятся сотни этих луковиц. Каждая живет 10 дней, но ежедневно появляются новые вкусовые сосочки. Да. Военная техника 600. Импульс энергии мощного микроволнового оружия способен разрушить такое оборудование в радиусе 300 метров. Электронное. Верно. И журналисты за 600. Мы шагали по пескам пустыни, дрейфовали на полярной льдине, мы встречались с облаками на их брусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе. Песня журналистов прозвучала в этом фильме Эльдара Рязанова. Дайте жалобную книгу. Верно. Владимир, вы даете на последней секунде правильный ответ, однако, увы, вас это не выручает. У вас отрицательная сумма на счету, и в финальном раунде вы, к сожалению, принять участие не сможете. У Анатолия на счету 6400, у Андрея 15300. Напомню, победитель нашей сегодняшней игры станет финалистом. Ну что ж, впереди финальный раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Время истекло. Ну что ж, сначала ответ Анатолия. О каком же псевдониме идет речь? Остром. Это неверный ответ. Ставка. Ва-банк. Спасибо, Анатолий. Ответ Андрея. Нет ответа вообще никакого. Ставка. Осторожная ставка 500 рублей. Андрей Жданов становится победителем сегодняшней игры и выходит в финал. АПЛОДИСМЕНТЫ Жаль, что я не услышал правильного ответа. Жаль. Настоящая фамилия фабриканта была Алексеев. Да? Но мы больше его знаем как Константин Сергеевича Станиславского. Так-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, Андрей, примите, пожалуйста, поздравления. Вы победили в сегодняшней игре. Вышли в финал. Там вас ждут Александр Либер и Дмитрий Лурье. Вы выиграли 14 800 рублей и увеличили наш призовый пункт на такую же сумму. Сейчас мы узнаем, за какую сумму вы будете сражаться в финале. В финале будет разыграно 268 154 рубля. Вам, дорогие друзья, огромное спасибо за внимание. Наша следующая игра будет финальной игрой очередного цикла. Всего доброго. Увидимся. Пока.